Коллеги, всем доброго дня. Отдельный привет тем, кто смотрит нас в записи на YouTube, VK. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Все комментарии читаем, обязательно на ваши вопросы ответим, если они возникнут по итогам вебинара. Сегодня хотим еще раз поговорить про партнерскую программу 3CX, новости изменений 2023 года. Тем более, что с момента последней нашей встречи еще изменения были, так что не лишним будет про это рассказать. Меня зовут Илья, компания Appymatica, мы дистрибуторы, платиновые дистрибуторы 3CX в России, в Казахстане, так что обращайтесь с вашими вопросами, потребностями, задачами по коммуникационной платформе 3CX. Говоря об изменениях, нельзя не напомнить, рассказать в целом, что такое 3CX, как продукт себя позиционирует. Те, кто уже знает эту информацию, можете на пару минут вперед перемотать, но в любом случае считаю, что повторить лишним не будет. 3CX это не просто АТС, и вообще философия продукта, что это полноценная коммуникационная платформа Unify Communication and Collaboration. И действительно, здесь мы говорим не только про модуль API-телефонии, он, конечно, основной, самый нужный, и понятно, что в первую очередь клиенты, пользователи по всему миру воспринимают 3CX как IPA-TS, как качественную звонилку, чтобы связываться голосом. Но все-таки это еще в любом случае чат, система сообщений, обмена файлами, статусами пользователей, интеграция с сайтами, чат в режиме живого окна на сайте клиента, возможности клик-то-толк, опять же, из веба, то есть клиент может пообщаться с консультантом в текстовом режиме, потом позвонить им, опять же, нажав на одну кнопку, там же на сайте компании. Интеграция с мобильными устройствами. У 3CX очень клево реализованные мобильные приложения, и их два основных. Это, в первую очередь, SIP клиент, по сути, звонилка с мобильного телефона, чтобы можно было пользоваться всеми возможностями IPA-TS с своего смартфона или айфона. И могу сказать, что по опыту приложения 3CX отрабатывают намного лучше многие другие, которыми нам удалось, лично мне, удалось пользоваться в работе и в плане тестирования, в плане установки статусов, качества передаваемых звонков, стабильности работы, использования батарейки мобильного устройства и так далее. Ну, придраться не к чему. И второе мобильное приложение – это приложение для видеоконферент-связи. Собственно, те, кто в прямом эфире слушает этот вебинар, есть вероятность, что вы подключены именно через мобильное приложение 3CX для Android или для iOS. Пишите плюсики в чат, если это так. Модули аудио-видеоконференции. Аудиоконференции собираются по секунду, но тут, наверное, ничего хитрого нет. Все как во многих других АТС. Но вот модуль видеоконференции вебинаров – это отличная дополнительная возможность для пользователей 3CX. По сути, это бесплатное дополнение к АТС, которые позволяют по АТС проводить вебинары и видео-встречи до 250 участников. Ну, собственно, как мы сейчас с вами эту встречу и проводим со всеми нужными возможностями. Запись разговора, шарик файлов, презентация, которую вам показывают и так далее, и так далее. Конечно, интеграция с бизнес-приложениями. Ну, и нельзя не упомянуть про модуль для контакт-центров, для колл-центров, как это тоже называют. Это все тоже в 3CX, естественно, есть. Заходить к необходимости покупки данного продукта можно с разных сторон. Кроме того, что большинство клиентов, которые есть по всему миру, ищут именно качественное IP-АТС, который они хотят пользоваться. Но есть клиенты, которым нужна именно система видеоконференции, и уже для них тогда резерванный АТС является приятным дополнением. Кто-то ищет именно профессиональные решения для контакт-центров, так что понятно, что все заказчики разные, и 3CX решает их задачи, их проблемы с самых разных сторон. Нельзя не отметить самое первое слово на этом слайде, которое еще не произносило, потому что 3CX это именно программная платформа. То есть мы, по сути, торгуем только софтом, только лицензионным ключом. Никаких физических носителей нет. И в этом плане продукт крайне удобный и дает пользователям максимальную гибкость, потому что никаких сроков поставки, никаких складских остатков. Это удобно и заказчикам, и партнерам, всем участникам процесса. Все обновления, апгрейды, все происходит в автоматическом режиме, то есть не нужно думать о какой-то физической замене оборудования, какой-то транспортировке. В случае распределенных каких-то кластеров, распределенных офисов, опять же, не нужно перевозить АТС в каждую точку, там, в городе или в разных городах. В общем, использование чисто программных решений, которые можно установить как на собственный сервер, так и на облачный сервер, что угодно, это, естественно, большой плюс для современных компаний. И отдельный, тоже еще один жирный плюс, о котором не могу не сказать, это профессиональная локализация продукта на русский язык. В 3CX работает много русскоязычных сотрудников, поэтому и партнерские материалы, и партнерский портал, и, собственно, сам интерфейс, и интерфейс мобильных приложений, вся оболочка 3CX отлично переведена на русский язык, потом нормальным русским языком, а не условно гугл-переводом, как делают многие азиатские поставщики решений. По прайсу, если вы давно не следили за новостями 3CX, то, может быть, вы помните, что раньше было три редакции по функционалу и они отличаются, по сути, одной важной опцией – наличие отказоустойчивого кластера, то есть, по сути, горячее резервирование есть в Enterprise, но еще некоторые дополнительные продвинутые функции, такие как расширенные возможности кастомизации, расширенное управление правами записи разговоров. Но, в целом, Enterprise от Pro отличается наличием второй резервной АТС, которая просыпается в случае, если какие-то проблемы произошли на первом сервере. Но при этом в Professional есть весь необходимый функционал телефонии, Call Center для пользователей, так что большинство заказчиков редакция Pro удовлетворяет, и, естественно, ей можно пользоваться, но, в первую очередь, для больших компаний или Call Center, где каждая минута промедления и вообще какие-то риски недопустимы. Конечно, больше подходит редакция Enterprise, но, опять же, повторюсь, как вы видите, производство в цене не такая большая, поэтому каких-то сложностей и тяжелых решений при закупке редакции Enterprise тоже у клиентов не возникает, если надо, то, ну, это, конечно, не является какой-то большой проблемой. Ну, еще отличие то, что в профайшенном количестве участников видеоконференций и вебинаров ограничено сотней участников, Enterprise – 250. Для кого это важно, то тоже лишний повод предложить заказчику именно редакцию Enterprise. Заказчики, которые берут 3CX и используют именно как решение для видеоконференц-связи для проведения вебинаров, в этом случае могут быть приятно удивлены им, потому что градация порции нет по количеству одновременных вызовов, здесь идет речь именно о симп-вызовах. Но количество участников вебинаров видеоконференций по WebRTC не зависит от размера лицензии по количеству одновременных телефонных вызовов. То есть, если взять самую маленькую лицензию Professional, это все равно будет до 100 участников вебинаров, если взять самую маленькую лицензию Enterprise, это все равно будет до 250 участников видеоконференций. Так что за 180 евро в год без МДС отличное решение для видеоконференции, которая, по сути, может и по цене, и по функционалу конкурировать с условно Zoom и другими поставщиками VKS решений. Так что с этой стороны тоже можно заходить, предлагать клиентам вот такое решение. И плюс, что дополнительно у них будет прекрасно работающий резервный АТС в их компании на 4 одновременных вызовов. Почему бы и нет? У нас, кстати, вот в компании Epimatic именно так все и реализовано. Мы тоже, естественно, пользуемся продуктами от 3CX. Уже упомянул, но нужно сказать об этом более подробно, более четко, что лицензирование в 3CX идет по количеству одновременных телефонных вызовов. Не по количеству абонентов, а именно по количеству одновременных вызовов. Потому что таблички обозначены буквами OVM. То есть на каждый АТС можно прописать до 10 тысяч абонентов, вне зависимости от того, какая лицензия у вас куплена. Даже если самая маленькая, самая бюджетная. Но эти 10 тысяч человек смогут совершить только 4 вызова, пятый уже отобьется. Поэтому нужно при подборе лицензии ориентироваться именно на количество в пике, конечно, для компании, чтобы всегда все могли позвонить одновременных вызовов. Обычно в среднем на 3-4-5 сотрудников приходится один одновременный вызов. Но бывают компании, где абонентов много, устройств много, а звонят они мало. Самый яркий пример – это гостиницы, где в каждом номере установлен телефон, а то и два, но поставить звонят крайне редко. В среднем один раз за время проживания в гостиничном номере. Так что там достаточно небольшого количества одновременных вызовов. Гостиница на 500 номеров, например, вполне может обходиться с 32. И для таких предприятий это отличная возможность сэкономить. 3CX идеально подходит по своей системе лицензирования и является крайне интересным и недорогим решением. Бесплатные версии в 3CX также, конечно, есть. Об этом чуть позже подробнее расскажу. Как раз в этой части в 2023 году произошло много изменений. То, о чем тоже уже упомянул, но нужно повторить об этом более четко. 3CX – это именно годовые лицензии. То есть все цены без НДС, которые видите на экране, все, что выложено в прайсах в открытом доступе на нашем сайте, на сайте вендора, на сайте партнеров – это именно годовые лицензии. То есть заказчику нужно из года в год по подписочной модели оплачивать эти лицензии. Ну, я думаю, мы все уже привыкли, что подписки – это та модель, которой пользуются миллиарды людей по всему миру и миллионы компаний. Понятно, что это никого уже не пугает. Кто-то привык к ежемесячным платежам. Ну, здесь модель ежегодных платежей. Если заказчику принципиально купить один раз и не думать, без проблем. 3CX можно рассчитать на любое количество лет владения на 10, 20, 5, а потом с дополнительной скидкой. Так что это тоже возможно. Ну, понятно, что когда компания покупает аппаратную железную АТС-ку и думает, что она вечная и навсегда, но все равно закладывается какой-то срок жизни. Понятно, что она может быть вечной. Ну, обычно это не более 10 лет, чаще меньше. Также и программу АТС-3CX можно тоже рассчитать на 10 лет. Ну, и, по сути, в этом контексте это будет звучать как вечное решение. Да, там идут дополнительные скидки. То есть, цены на экране не нужно умножать строго на 10. Там получится немножко меньше, чтобы посчитать стоимость на 10 лет. И то, что нельзя тоже не упомянуть. 3CX отсутствуют какие-то скрытые дополнительные платежи за какой-то функционал, за дополнительные возможности. То есть, все, что есть в редакции PRO, есть в ней за эти деньги в год. Все, что есть в редакции Enterprise, есть в ней за указанную сумму в годовой лицензии. У многих поставщиков бывает, что за какие-то дополнительные функции, за что-то там за это, за пятое, десятое. Нужно доплатить, нужно расширить. И в итоге сумма может набегать достаточно большая. На порядок даже больше, чем у 3CX. Здесь ничего такого нет. Никаких проблем с этим не возникает. Ну, и расширение лицензии тоже идут просто в математической разнице стоимости, при том, естественно, учитывая оставшийся срок действия лицензии. Если, например, прошло полгода, клиент хочет расшириться с четырех одновременных вызовов до восьми, то мы берем, считаем разницу и делим на два. Потому что полгода уже прошло, естественно, не нужно оплачивать весь срок в прошлое. В этом плане математика в 3CX тоже честно и правильно. Никаких штрафов, дополнительных каких-то платежей, наценок за такие вещи быть не может. Ну, и поскольку продукт программный, то все расширения пройдут моментально, без необходимости что-то менять, менять какие-то аппаратные комплексы. В этом тоже огромные плюсы. В России, ну, как и в любых других странах, к рекомендованным розничным ценам добавляются налоги, сборы, роялти, действующие на территории конкретного государства. В каких-то странах это может быть 0%, в каких-то, например, в Казахстане достигать 37%, учитывая все роялти. В Беларуси тоже достаточно высокие налоги получаются на иностранные по Кыргызстане, например, страны, в которых мы работаем. Но в России с позапрошлого года просто добавляется НДС 20% ко всем рекомендованным розничным ценам. Поэтому во всех открытых наших источниках, у наших партнеров мы рекомендуем считать НДС именно сразу с НДС. Считать RRC, рекомендованную розничную цену, сразу с НДС, чтобы заказчики не путались, но в любом случае все все понимали. Но у нас есть два юридических лица в России – ООО «Атематика», ООО «Паймсофт». Одно работает с НДС, другое – без НДС. Наши партнеры могут работать с нами и через одну компанию, и через другую. Ваш выбор, никаких проблем с этим нет. Вы можете работать без НДС, если вам и вашим заказчикам так удобно. Естественно, абсолютно в легальном формате. Но это не значит, что для ваших заказчиков нужно уменьшать RRC. Это позволяет вам больше заработать на вот эти 20%, но рекомендованную розничную цену в любом случае мы принимаем одинаково. По партнерским статусам. За последние годы, последний год было много изменений. Вот сейчас самая актуальная, самая финальная версия. Может быть, вы слышали, знаете, что с 23 года 3CX поднимал таргеты для партнеров, но после недавних событий с попыткой северокорейских хакеров атаковать по 3CX по всему миру, компания решила пойти навстречу партнерам, проявить большую лояльность, в том числе отблагодарить партнеров, которые работают с компанией и остаются с 3CX даже при возникновении каких-то сложностей таких международных. Поэтому таргеты откатились назад и повышения в этом году не будет. Зеленым поменьшим таргет для бронзового, достижение бронзового статуса. Здесь как раз как было, так и осталось понижение этого таргета в 2023 году. Чтобы стать бронзовым партнером 3CX нужно набрать всего 1000 баллов. 1 балл считается как 1 евро без МДС в рекомендованных розничных ценах. В общем примерно 1 евро продажи это 1 балл. Если не вдаваться в подробности, то есть по сути одним небольшим проектом вы можете закрыть бронзовый статус и прекрасно себя чувствовать и дальше уже достигать серебряного, золотого, платинового, титанового какого угода. И опять же поскольку лицензии годовые, то партнер, который реализует один проект, получает бронзовый статус, он из года в год может совершать эту продажу. По сути без каких бы то ни было проблем, потому что у большинства заказчиков все хорошо и трудностей ни у кого не возникает. 3CX продукт простой в использовании и надежный. И подтверждать свой статус бронзовый, серебряный, золотой. Ну а все новые клиенты уже будут соответственно это количество баллов подпитывать. Ну и конечно же еще раз скажу, что часто возникают возражения, что маленькая маржа, что продукт не такой дорогой. Вот у других производителей там отрезки стоят миллионы рублей и мы там можем больше заработать. Можете, да, но 3CX это именно продукт, реализуемый по подписочной модели. И вы сможете ту же самую маржу зарабатывать из года в год. Поэтому здесь нужно считать не только вашу единоразовую прибыль, но и выгоду, которую можете получить из года в год, работая с вашими заказчиками. Ну естественно мы рекомендуем партнерам не просто продавать лицензии на этом останавливаться, но и реализовывать все свои компетенции, предоставлять своим заказчикам полный комплекс услуг. То есть при первой установке, конечно, можно предложить и обучение для заказчиков, интеграции, какие-то дополнительные возможности, оборудование, которое идет вместе с СТС, банально IP-телефоны. Здесь уже каждый партнер может свою бизнес-модель строить так, как ему нравится. Никаких требований, ограничений, просьб и рекомендаций здесь нет. Кто-то из наших партнеров дает, например, бесплатную техподдержку, бесплатное обучение при покупке лицензии, кто-то считает обращение в техподдержку по тикетам, кто-то по минутам, кто-то дает годовую подписку на техподдержку. Здесь каждый решает для себя, как ему удобнее, выгоднее, как лучше и приятнее работать его заказчиком. И еще одно изменение по партнерским статусам в этом году произошедшее – наличие сертификации больше не влияет на получение партнерского статуса. Если раньше требовалось пройти один из трех уровней сертификации обязательно, чтобы стать бронзером, серебряным, золотым или так далее, сейчас этого требования нет. Поэтому партнеры, которые принципиально не хотят проходить сертификацию, могут этого не делать все равно, набирать баллы и становиться более статусным партнером. Но наличие сертификации нужно для получения дополнительных возможностей, обращения в техподдержку, получения авторизационных писем от вендора и вообще коммуникации с вендором. Так что, конечно, это все равно нужно проходить и лишним это точно не будет. Чтобы поднять свой статус, нужно набрать баллы, которые были на предыдущем слайде и в этот момент сразу же партнер свой статус поднимает. Если набраны баллы для достижения золотого статуса, то моментально партнер становится золотым. И этот статус закрепляется до конца текущего года и на весь следующий календарный год. То есть окончательный итог статусов на следующий год, на 24-й год в нашем случае, будет подведен 31 декабря 2023 года. Соответственно, если вы в течение года становитесь сначала серебряным, вы закрепляете статус серебро на этот год, на весь следующий. Если, допустим, через два месяца поднялись на золото, то это уже вы закрепляете себе статус gold до конца этого года на весь следующий. Ну и так дальше, с платином тоже самое. Ну и финальный итог подводится 31 декабря. Больше нет такого понятия, как аффилированные партнеры. В мае этого года они окончательно уйдут вообще как класс. Может быть, знаете, помните, в прошлые годы партнеры, которые не набирали баллов, не проходили сертификацию или вообще не хотели что-то делать, даже, например, тестовую лицензию свои активировать, получали статус аффилированный. То есть, как бы они есть, но в случае чего могут что-то купить, но без каких-то ключ, возможностей с очень маленькой скидой. Сейчас этот статус будет вообще, в принципе, убран. Собственно, здесь можно перечеркнуть, можно подчеркать еще. Все партнеры, которые не выполняют таргеты, ну, самый минимальный таргет – 1000 баллов. Понятно, что если партнер даже 1000 баллов не может набрать, но, наверное, он действительно не хочет работать с 3CX. В принципе, ему это не нужно. Будут просто удалены, то есть, их аккаунты станут просто обычными пользовательскими. Поэтому лесенка партнерских статусов 3CX теперь включает в себя, по сути, 6 статусов. Новый партнер получает статус академия или тройни, или учебный, как ни назови смыслом, один и тот же. Ну, и дальше поднимается на бронзовый, серебряный, золотой, платиный и титана. Чуть подробнее про то, что станет с аффилированными партнерами. Как сказал в мае, все эти аккаунты партнерские будут удалены, преобразованы в пользовательские. В мае, чтобы выполнить таргет бронз, сохранить свой аккаунт. Или же вы можете проверить почту, найти рассылку от 3CX с темой письма, 2023 год от аффилированного к бронзовому, и подтвердить ответным письмом, что вы хотели бы сохранить свой статус, что вы в этом году можете и выполните бронзовый статус. И тогда ваш аккаунт будет переведен на статус учебный. Тройни или академия. Ну, названия могут быть разные, а смысл один и тот же. До конца года вы становитесь опять партнером с учебным статусом, то есть как бы начинайте с нуля, без каких-то санкций, штрафов и так далее. И можете спокойно со всеми преимуществами работы с 3CX реализовать себя как партнер и повыситься до бронзового, серебряного и так далее. Те партнеры, которые не ответили, остались аффилированными на данный момент на число записи вебинара 26 апреля. И до конца мая они будут просто удалены, деактивированы как партнеры, их аккаунты станут просто пользовательскими. Еще вернемся к предыдущему слайду, ну точнее к тому, что я там рассказывал, чтобы не нарушать логику повествования, обсудим то, что на этом слайде приведено. Какую скидку теперь получает новый партнер? Всегда бывают случаи, когда партнер приходит, говорит, что ничего делать не хочу, регистрироваться не хочу и вообще отстаньте, у меня есть разовый запрос продажа, нужна лицензия 3CX. Это, конечно, можно сделать, но в любом случае нужно заключить лицензионные договоры с нами, просто по законам российской координации, и с минимальной скидкой раньше это было 10%, как у аффилированного, но сейчас по политике вендора это 0%, но мы подумаем, ну в любом случае разница невелика, скорее всего, естественно, чтобы совсем 0 не было, это будет 5%, но понятно, что в любом случае здесь партнер ничего не заработает, но случаи бывают всякие. Когда покупают для себя, для тестов, или заказчик просит, но партнер не хочет вообще думать, потому что у него специфика другая, какие-то комплексные проекты, но допустим. Но мы, конечно, против этого и считаем, что так делать не нужно. Лучше в любом случае вступить в партнерскую программу, официально зарегистрироваться, после регистрации на сайте 3CX, одобрения вендором, получить статус тройни, 15% скидки, набирать баллы и повышать свою скидку до 35% от RRC в соответствии с набранными баллами. Вопрос, который часто задают, можно ли сразу больше скидку, да, но вообще только уместен, понятно, что мы не злые, специально партнерам хуже не делаем. Ну, во-первых, на большие проекты от 12 тысяч евро в RRC примерно можно запросить скидку больше. Ну, то есть понятно, что если вы видите, что реализовав какой-то крупный проект, вы повысите свой статус, вы можете скидку попросить авансом и пойдем навстречу, это возможно. При покупке ключа сразу на несколько лет, как я говорил, есть дополнительные скидки для партнеров и для конечных заказчиков. Там есть нюансы, но в среднем от трех-четырех лет закупки уже идут дополнительные скидки от 3CX. Ну, на неограниченный срок, хоть на 50 лет вперед, пожалуйста, не поймите против. И периодически бывают, да, специальные акции, предложения и с нашей стороны, и с стороны вендора, позволяющие более выгодно покупать, реализовывать лицензии 3CX. Вот, например, одна из таких акций. Как раз два слайда назад мог возникнуть вопрос, почему аффилированные партнеры, которые хотят стать основой тройни, почему у них этот статус закрепляется до конца года, если раньше всю жизнь это было 180 дней. Ну, потому что сейчас, в принципе, все новые партнеры 3CX получают скидку 15% и учебный статус до конца текущего года. То есть не 180 дней, как раньше, а этот период расширен, чтобы максимально расширить возможность получения статуса, реализации проектов, максимально поддержать партнеров. Так что это классно, пользуйтесь. Вот в этом году есть дополнительные возможности от вендора. По сути, да. То есть аффилированные партнеры, которые хотят перейти на статус тройни, но это просто более простой способ, чем заново регистрироваться. Ну, понятно, что если аффилированный партнер просто пойдет сам зарегистрироваться заново, его одобрят, он станет тем же самым тройниом, получит те же самые условия, учебный статус до конца года со скидкой 15%. Как и новый. Про скидки за продление, да, я уже сказал. Если вы покупаете 3CX на несколько лет, у вас есть дополнительные скидки. И еще одна новость. Ну, в целом, конечно, хорошая. 3CX для всех своих коммерческих заказчиков по всему миру. Опять же, после истории, широко разошедшейся с северокорейскими хакерами, в качестве дополнительной поддержки компания продлила все эти ключи на три месяца. Буквально в прошлую пятницу или в этот понедельник это было, то есть вот на днях. Так что сейчас у всех пользователей, даже у которых ключ стекал в ближайшее время, срок действия еще есть, по сути, три месяца. То есть срок действия всех ключей отодвинулся на три месяца вперед. Конечно, кто-то из партнеров может сказать, что это плохая новость, что нам делать эти три месяца, как продавать. Ну, во-первых, многие заказчики инертные, свои процедуры закупок и все равно продление идут. Но это отличный повод, и мы призываем вас сконцентрироваться в этот период на продаже новых лицензий, новых проектов. Таких возможностей очень много, и у нас постоянно новые заказчики приходят. Ну, понятно, что макро- и микроэкономическая ситуация может быть любая, но в любом случае клиентов много, заказчиков много, так что регулярно приходит новый проект, и вам также советуем это делать. Тем более на высоком курсе евро, который сейчас и вообще в условиях всеобщей нестабильности, можно предлагать заказчикам расчеты на несколько лет вперед, чтобы они обеспечили работу своей платформы на три, пять, десять лет. И такие проекты у нас тоже есть, так что дерзайте. Ну и учитывая изменения в предоставлении бесплатных ключей, там условия для конечных пользователей в чем-то ухудшились. Про это тоже подробнее поговорим, но сейчас как раз самое время расширять бесплатные ключи 4 стандарт до коммерческой лицензии 4 Pro. И на этом тоже можно и нужно зарабатывать таких клиентов, таких пользователей. Уже больше 12 тысяч, по-моему, по России по статистике. Так что это 12 тысяч потенциальных клиентов, которые могут сделать у вас закупку. Хочу поподробнее рассказать про идеальную схему работы заказчикам, то, как это видим мы и как видит вендор, потому что у партнеров много вопросов возникает. А как? А что? А куда? Ну, во-первых, в идеальном мире схема работы выглядит так, что есть вендор, есть мы как дистрибутор, сертифицированный партнер-интегратор со своими максимальными компетенциями, которые работает заказчик. Мы против длинных цепочек поставок и перепродажи от одного партнера к другому, и политика вендора это запрещает, потому что в этом случае очень сильно размываются компетенции. То есть, один партнер, даже если он суперпрофессиональный, он продал другому, третий продал какому-нибудь, например, региональному монтажнику, там еще какие-то перепродажи, только потом дошло до заказчика. В итоге заказчик обращается в компанию в своем городе, ничего ему объяснить не могут, толком никто не знает, что такое 3CX, пока через четыре руки он дойдет до техподдержки, может вообще плюнуть, потеряться, купить какой-нибудь другой АТС, ну, в общем, СИМ от этого плохо, так еще и маржа у всех размывается, ну, в итоге понятно, что за 3% маржи, условно говоря, никто не захочет еще оказывать техподдержку. Поэтому мы максимально выступаем за то, чтобы сертифицированные партнеры, компетентные, знающие про продукт 3CX, которые могут сделать интеграции, помочь с настройкой, провести обучение. Работали непосредственно с заказчиками, все в итоге были довольны. При том, что продукт программный не требует физического присутствия посредственно в офисе заказчика, все можно сделать удаленно. У нас есть партнеры, которые работают из любых точек мира, без преувеличения, все прекрасно осуществляется, потому что в 21 веке, да, дистанционно можно реализовать практически все, и проблем с этим не возникает. Ну и также напомню, конечно, еще раз, что политика вендора против того, чтобы продавать лицензии ниже рекомендованных розничных цен. И становясь партнером 3CX, заполняя анкету на сайте, все партнеры ставят галочку на то, что согласны с условиями, о которых просит вендор. Ну а, конечно, стоимость всех дополнительных услуг, внедрения, интеграции, техподдержки, партнеры определяют сами, здесь никаких рекомендаций нет. 3CX также отсутствует система регистрации проектов. Ну, наверное, поэтому так открыто на запись я и могу это сказать, потому что она отсутствует, и здесь, с одной стороны, нет и не может быть никаких претензий с точки зрения антимонопольного законодательства, все как надо. Но, с другой стороны, да, многие партнеры, сравнивая с другими поставщиками, могут жаловаться, что нет защиты инвестиций, что нет защиты проекта, что это плохо. Но тут на вкус и цвет у всех представления разные, кто-то считает это добрым, кто-то злом, но 3CX так, и по-другому не будет. Все партнеры в любом случае получают скидку в любой проект по своему партнерскому статусу. Ну, по сути, любой открытый тендер мы, конечно, просим, рекомендуем не лезть в чужие тендеры, работать честно, сохранять условия честной конкуренции, но понятно, что случаи бывают разные, тендеры тоже бывают разные. Все получают скидку по своему партнерскому статусу. Однако есть возможности защититься, защитить свои инвестиции. Ну, во-первых, просто более плотно работать со своими заказчиками. Тестовые лицензии или ключи заказчика привязывать именно к своему партнерскому аккаунту, получать полную информацию. Тогда этот заказчик не уйдет никому другому. Никто другой не будет видеть информацию об истекающем ключе, например. Это все, конечно, помогает. И в этом случае можно получить какие-то авторизационные письма от вендора или от нас. Заверение в компетенции того или иного партнера. То есть с формальностями тоже здесь будет проще. Но и не только говоря о каких-то дополнительных бумажках, непосредственно материально мы можем помочь. Мы тоже регистрируем проекты на своей стороне, на стороне дистрибутора, для того, чтобы предоставлять зарегистрировавшему проект партнеру дополнительную скидку. То есть все партнеры получают скидку по своему партнерскому статусу. Партнер, который проект зарегистрировал, в любом случае получит скидку выше своего статуса, потому что он его зарегистрировал. Мы это ценим. Обращаем на это внимание, хотим поддержать партнера его инвестиции в проект, его силу, его время. Поэтому даем дополнительную скидку. Дополнительные преимущества при работе с 3CX, которые в предыдущие слайды не вошли, но вот списком хочу немножко перечислить. Мы любим комплексные проекты, особенно там, где прекрасно вложатся вместе наши вендоры из разных сфер, например, 3CX и Farville. Я в компании Pymatic также отвечаю за бренд Funnel, поэтому тоже нежно люблю такие проекты. Например, отельная сфера идеальная, где все преимущества 3CX и оборудование от Funnel могут раскрыться вместе и удовлетворить самым требовательным заказчикам. Поэтому здесь можно рассчитывать на дополнительные скидки, подарки, денежные призы за написание истории успеха, за предоставление фотографий и Successful Case описанного. Мы готовы поддерживать маркетинговые активности партнеров. По умолчанию это компенсация в виде скидок на будущие проекты. То есть партнер присылает какую-то свою идею маркетинговой акции, мы ее согласовываем. В результате этой акции партнер получает лиды, продает больше лицензий, соответственно, больше зарабатывает, и мы ему еще даем дополнительную скидку, компенсируем эти затраты. Это все работает, без проблем обращайтесь, любые ваши инициативы готовы поддержать. 3CX стабильный прайс лист в евро, что за последний год стало актуальным. Ну, понятно, что именно курсовая разница, да, она присутствует, и курс евро сильно меняется. И, конечно, в рублях за последние полгода 3CX стал продукт почти в два раза дороже, чем был, просто потому что курс изменился. Ну, от этого никуда не уйти, понятно, что это реалии нашего времени. Но, если осмотреть прайсы в евро, то они стабильно не меняются, если на фоне волатильности рынка макроэкономических изменений многие вендоры повышали именно свои валютные прайсы на 10, 15, 20% 3CX этим не занимается. У нас все стабильно, если цена в евро такая, то оно такое будет. И в прошлом году в этом плане ничего не менялось, ни в один из моментов. У нас нет никаких ограничений по работе в России. Штаб-квартира 3CX находится на Кипре, как вы, наверное, знаете, но официально мы работаем с 3CX как компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, Дубай, ДСС, так что в санкционных историях 3CX не участвует. Продукт софтовый, поэтому 3CX, по сути, бесконечный сток. Со сроком поставки один день здесь тоже проблем нет, и мы независимы от логистических проблем, трудностей, от кризиса чипов, которые еще третий год уже идет в мире, от кризисов в транспортной сфере. Ни от чего независимо, в любом случае 3CX будет предоставлен заказчику. Ну и да, я уже рассказывал про отсутствие каких-то дополнительных переплат, но это классно, про это не лишним будет еще раз напомнить. Вот как раз обещанный рассказ про бесплатные лицензии и что с ними изменилось. Раньше, в прошлом году, были бесплатные ключи стандарт 4SC, которые действовали неограниченно по сроку до объявления дополнительных условий. Ну вот, это объявление случилось. Все ключи стандарт 4SC, это Simultaneous Calls, одновременные вызовы. Можно называть и ОВ по-русски, так, как им больше нравится. Чтобы не смущало, решил подробнее объяснить. Так вот, все ключи, активированные в прошлом году, до 1 января 2023 года, действуют до 31 декабря 2024 года. То есть еще, по сути, почти два года. Есть некоторые нюансы, изложенные в блоге 3CX в открытом доступе. Может, и в рассылках тоже вам приходило. Можете почитать, посмотреть, но там основное требование, что эти ключи должны быть привязаны на реальные действующие e-mail заказчикам. И никаких проблем не будет. Все реальные ключи, активированные, начиная со 2 января этого года, действуют в течение 60 календарных дней. А затем они будут деактивированы. Эти ключи по умолшению работают в конфигурации Pro 4SC. То есть, сейчас новым клиентам пользоваться бесплатно 3CX можно в течение 60 календарных дней. Других вариантов, ну, по сути, нет. Поэтому для партнеров это отличная возможность сделать коммерческие продажи. Вот уже у многих, кто в этом году скачал пользоваться 3CX, этот срок подходит или уже подошел. Так что самое то, чтобы предложить им коммерческий ключ, опять же, Pro 4 или какой-то другой более подходящий. Также все коммерческие ключи в случае неоплаты, продления вовремя, деактивируются. То есть, по сути, становится ключом на 0 одновременных вызовов. То есть, не переходит в бесплатную версию, как раньше, а просто деактивируется. Это также отличный повод пушить заказчиков, напоминать им про истечение срок действия, чтобы они быстрее осуществляли у вас заказ лицензии. И, конечно же, тестовые ключи вот эти, которые действуют 60 дней, можно расширить до любого количества одновременных вызовов и до редакции Enterprise без проблем. Через партнера. Ну, то есть, любой авторизованный партнер, сертифицированный, может на своей стороне с помощью вендора расширить любой тестовый ключ до нужной редакции, до нужного количества одновременных вызовов. Срок действия расширенного ключа также ограничен вот этими 60 календарными днями. Ну, то есть, если ключ был создан в какой-то момент, потом 30 дней им пользовались, и на 30-й день заказчик захотел его расширить, и партнер это сделал, то, соответственно, останется еще 30 дней, чтобы пользоваться расширенной версией реального ключа и протестировать все возможности. То есть, 60 календарных дней — это общий срок жизни ключа. Изменения, которые вступят в силу в 2024 году, но кратко могу про это рассказать уже сейчас, потому что информация есть, будет введено ограничение по количеству допустимых расширенных вот этих подписок в соответствии со статусом партнера. То есть, например, бронзовые смогут делать 5 таких расширенных реальных ключей, титановые до 100. Градации на слайде вы видите. На данный момент никаких ограничений нет, все работает как раньше, но мы предупреждаем заранее, в партнерах есть время для действия до конца года, чтобы работать со своими заказчиками. Ну, то есть, ключи, созданные на e-mail конечного клиента, да, здесь вообще никаких проблем. Ну, вот для партнеров ограничения со следующего года будут введены. Не могу также не поделиться новостью, что это уже не имеет прямого отношения к особенностям лицензирования, изменению партнерской программы, но недавно вышел Update 7 в 18-й версии 3CX, поэтому, опять же, всех призываем вовремя обновиться, пользоваться самой последней версией с обновленными базами безопасности и так далее, и так далее. Ну, вот одна из интересных вещей, которая появилась в Update 7, это упрощенная настройка дек-телефонов E-Link и Gigaset. Мы, компания PEMATIC, также являемся дистрибуторами E-Link и Gigaset, так что для нас новость прекрасная. Покупайте 3CX, покупайте E-Link, покупайте Gigaset, все будет прекрасно вместе работать, еще и с упрощенной настройкой Index-системы. Ну, вообще, изменений, конечно, в 7-м Update очень много, так что можете, опять же, в блоге 3CX об этом почитать более подробно. И вообще, заходите в блог 3CX на русском языке, там много полезной информации. Из последних статей был большой материал про политику безопасности 3CX, ну, вот, буквально несколько дней назад вышла эта статья, «Дела, а не слова, 7 пунктов безопасности». Рекомендуем, почитайте. Ну, и также другие интересные материалы, мы их и у себя на сайте IPMATIC перепечатываем. На Хабре также можно почитать материалы 3CX, но проще всего, наверное, зайти в первоисточник, в блог 3CX на русском языке. Ну, вот, последняя статья, например, про то, какой клиент выбрать, сравнение PVA доступного нативного приложения, тоже интересно и полезно, ну, и для партнеров, и для ваших заказчиков. На этом все, всем спасибо. Если есть вопросы, пишите в чате. Ну, и, конечно, для тех, кто смотрит меня в записи, еще раз большое спасибо за просмотр, что осилили до конца. Вопросы пишите в комментариях, мы их все читаем, обязательно, обязательно ответим. Субтитры сделал DimaTorzok